Москву у нас традиционно возглавляют сущие невежды, дураки и воры Это продолжается уже в течение многих лет И Собянин просто не является исключением А это просто какое-то, не хочу ругаться, какое-то гомерическое существо То есть это что-то совершенно выдающееся, выходящее из ряда вон по степени тупости И степени наглого воровства Я уже не говорю про то, что Собянин бордюрный или мэр бордюрный У Лужкова там были пластиковые сидения, которые он менял на всех стадионах В принудительном порядке, чтобы его супруга стала миллиардершей Добился своего, это тоже добивает своего для своего совершенно очумевшего, обнаглевшего клана И кому беда, кому мать родна Кто-то объявляет о фальшивой пандемии, и это позволяет Собянинской шайке набивать карманы Они придумывают все новые и новые способы, как издеваться над гражданами Уже даже если это им не приносит вообще никакой прибыли Но это им, видимо, приносит особое удовольствие, эти издевательства То, что отменили бесплатный проезд для детей и пенсионеров Это, конечно, фантастика То есть ты заплати, можешь ездить, где угодно ты плати главное А мы тут на пандемии сэкономим То есть поставим тебе барьер материальный, для того, чтобы ты меньше перемещался Ну не выходи из квартиры Куда тебе, старый, сиди, подыхай дома Или молодой, да ничего тебе делать на улице Куда тебе ехать? Вон в своем дворе копошись, дальше тебе не надо Вот такие придумки у мэра Москвы, самозванца Никто его, естественно, на эту должность не выбирал Все путинские выборы, как и ельцинские, фальсифицированы Последние выборы, в которые можно верить Это выборы 1990 года, 30 лет назад Все остальные выборы – это абсолютная фальшивка, подделка Подделывают настолько, насколько это им нужно Если ни один человек не проголосует за них, то будет 100% фальсификация Но так, поскольку идиотов много, вон их сколько в масках То им достаточно подделать 20, 30, 50% Не важно А вторая придумка – это уже просто фантастика 30% работников, все предприятия должны отправить За исключением оборонных, каких-то там еще Ну, в общем, все обычные предприятия должны отправить на удаленную работу Вот просто должны и все То есть неважно, есть у них компьютеры дома Есть ли у них вообще способы работать удаленно Просто, но это уже мало Это не просто рекомендации Это принудиловка Интересно, как они будут проверять Вот они придумали, как они будут проверять Руководство предприятий должно доносить на своих сотрудников Причем мало того, что доносить, кто должен в дом сидеть И, естественно, эти чиновники по брови одетые в маске Придурки в погонах, без погон, неважно Будут еще проверять, ты дома сидишь или не дома сидишь И с этой целью они еще требуют, чтобы номера автомобилей сообщали Для чего? Для того, чтобы этим людям ездить было запрещено Они не просто из дома выходить не должны Они в свой автомобиль не должны садиться То есть до ближайшего супермаркета они ездить не должны Должны ходить пешком непонятно куда И закупаться неизвестно чем То есть неизвестно, как работают Условий, да, в Москве, наверное, у подавляющего большинства компьютера есть Но приспособлены ли они к удаленной работе Такой удаленной работой должны быть программы созданы Должен быть высокий уровень автоматизации для работы удаленной А так это просто принудительный отпуск И, скорее всего, он не будет оплачен так, как он должен оплачиваться Если бы люди работали в полную силу То есть убийство экономики идет Совершенно беззаконная травля людей У нас, оказывается, такое есть главное контрольное управление Кто это такие? Там такой есть Данчиков И вот я увидел, что глава этого гнусного учреждения запугивает Буквально говорит А если вы не будете сидеть дома, то мы вас будем штрафовать Мы предприятие ваше будем штрафовать по 300 тысяч рублей Каждый раз, когда будем замечать, что кто-то из ваших работников Оказывается, не сидит дома Или ваши сведения, которые вы нам подали И ссылается даже на статью административного кодекса В которой ничего про это нет, естественно Это люди абсолютные, самозванцы и наглые лжецы Вот этот Данчиков, запомните эту фамилию Я не говорю, что надо будет его потом поставить к стенке Но сидеть он должен на ровно таких же нарах, как и Собянин И до конца своих дней Все, что накоплено непосильным трудом Три магнитофона импортных Два пиджака замшевых И все, что у него там есть на счетах В собственности Его родственников Его близких друзей Все это, конечно, должно быть изъято в доход государства Все абсолютно Вся личная собственность Все благоприобретатели, которые от него питались от этого Запомните еще раз фамилию Данчиков Все должны лишиться всякого имущества А он сам должен пожизненно сесть в тюрьму За то, что он является самозванцем, беззаконником Выступает против основ государственного порядка Выступает против жизнеобеспечения И за разрушение экономики За унижение граждан Вот такие они Вот такие они Птенцы этого гнусного гнезда Собянина Ну, собственно, это одно из гнезд путинского воронья Который он рассадил везде И вот теперь эти люди издеваются над всеми Кто еще хоть что-то может делать Экономику они рушат И чтобы это не было заметно Они объявляют, что да это все пандемия Нет, сволочи, это ваша деятельность Это ваша деятельность Путинистов, всех назначенцев Путина Всех сторонников Путина Вы враги России и русских Русским людям рекомендую Ни в коем случае не одевать маску Ни в коем случае не верить ни единому слову Этих подонков, находящихся у власти Одел маску, смирился? Нет Уклоняться от этого надо всеми возможными способами Добровольно никогда не одевать Заставляют, можно подчиниться только силе И то есть возможность посопротивляться У кого такая есть на это время и силы Тут должен сопротивляться Мы должны рушить этот режим Не Россию, а этот режим Всеми возможными способами Мы должны презирать этих подонков Собянинских, путинских Всех этих чиновников Мы не должны ни в коем случае Никак им помогать Никогда Не ходить на их мероприятия Они там какие-то праздники устраивают Не участвовать в их программах Какие они там сулят Какие-нибудь там Давайте поучаствуйте в конкурсе Что-нибудь выиграете Не участвовать в этом деле Они хотят нашей гибели Мы должны хотеть Стремиться к их погибели Всеми доступными средствами У них средств пока больше Но нас больше Мы можем соорганизоваться И уничтожить этот гнусный режим Советую всем Стремиться к этому Иметь эту жизненную установку Слава Руси Господи спаси Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому